Приветствую вас. Можно заметить, Екатерина, что как-то вот вы нерешительны, то есть вы такое впечатление, да, что не уверены в себе, такое ощущение, что вы как-то сомневаетесь в себе, такое ощущение, что вы очень много отдаете мужчине, очень много отдаете мужчине, а он этого, собственно, не замечает. То есть вот есть такое ощущение, что человек просто как-то вот не замечает того, что вы для него делаете. То есть вы говорите о том, что я ему во многом уступаю, вот, потому что он обижается, да. То есть обиды, ну, здесь, обиды здесь, это, скорее всего, манипуляция такая. То есть человек, такое ощущение, что он манипулирует вами, чтобы получать для, ну, для себя то, что ему нужно. Ну, конечно, вы, соответственно, на обиды реагируете, а вот достаточно сильно, да. И после, соответственно, того, как он обижается, вы делаете, ну, ему, даете ему то, что он хочет. Вот, если он манипулирует вами, вы позволяете это ему делать, позволяете манипулировать собой, ну, вот. И, соответственно, нужно обязательно поиследовать здесь то, насколько вы свободны. Насколько вы свободны в своем отношении и поведении к нему. Вот, потому что, вот вы пишите, что вам сделали предложение, и вы согласились. Ну, нет ощущения у меня, что вы отдаете себе в полной мере отсчет о том, для чего или почему вы это делаете. То есть, почему и для чего вы, к примеру, приняли его, приняли, допустим, его предложение. То есть, если вы его любите, то принимайте его полностью, в том числе и тот факт, что он курит. Ну, особенно, если вы начали с ним вместе жить, особенно, если вы в начале своего совместного проживания, да, как бы человека принимали таким, какой он есть. Получается. И вы говорите, что запаха вы, соответственно, табачного не слышали. А сейчас получается, ну, что-то изменилось. Что-то изменилось, что вы стали этот запах, соответственно, чувствовать. И мне кажется, что очень важно определить, что изменилось. То есть, например, могло измениться ваше восприятие мужчины, к примеру. Ваши чувства могли к нему, ну, стать другими, например. Вот. Допустим. Допустим. Могла ситуация складываться иначе. Могла ситуация сложиться по-другому. Например, что у вас что-то изменилось, что вы стали вот столь болезненно воспринимать то, что он курит. То есть, понимаете, есть ощущение, что имеет место быть некий подтекст, некий контекст. То есть, ситуация, которую вы описываете. Может быть, какая-то взаимная неудовлетворенность друг другом. Может быть, что-то еще. Ну, оно есть. Так, по крайней мере, это чувствуется. И, соответственно, вот это нужно изменить, поэкспередовать и проанализировать. Вы пишите, что, значит, такой разговор не в первый раз, отказывается, не зная, что делать. Что делать, чтобы что. Да? Вот. То есть, от чего вы устали. То есть, такое ощущение, что вы устали вот вообще, просто глобально вы устали что-то делать для человека. Глобально. Просто глобально вы устали что-то делать. И мне кажется, что если вы и уйдете, да, то до молодого человека, да и себе, нужно для себя понять причины. С того, почему, почему вы так вот, собственно, поступаете, да? То есть, почему вы так, ну, почему вы так себя ведете? Почему вы решили именно, именно так поступать, да? Как вы реагируете на его обиды? То есть, почему вы делаете что-то для него только, только, только потому, что он на вас, ну, обижается. Вот. Мне кажется, что это точно, ну и точно нужно исследовать. И не совсем, опять же, понятно, какая цель у вас. То есть, какова цель, да, какова цель того, что вот вы, ну, хотите, какова цель того, что вам, к примеру, нужно, да? Какова цель, какова природа того конфликта, который вы сейчас для себя переживаете. Вот. Мне кажется, что это очень важно, мне кажется, очень важно данный аспект понять для себя, вот, определить, и уже после этого двигаться дальше. После этого двигаться дальше, к тому, что вам нужно, к тому, в чем вы нуждаетесь, вот. Ага. Мне кажется, мне кажется, что так, мне кажется, что так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Ага. Ага. Значит. Так что, сперва расстроите контекст, вашей ситуации в целом, постарайтесь раскрыть этот контекст. Вот. А уже, соответственно, после этого, после того, как контекст будет раскрыт, я полагаю, что можно будет и определиться с целью. И когда с целью определитесь, тогда вам уже будет куда легче сделать выбор в сторону движения, дальнейшего движения. Вот. Я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Сейчас, сейчас, в своем тексте вы подтверждаете, к сожалению, позицию жертвы, при которой по факту вы продолжаете перекладывать ответственность на мужчину, и на нас теперь, за то, что вам нужно решать самой. И, вероятно, причиной этого ваши страхи, которые, скорее всего, у вас есть, а может быть причиной есть чем-то еще, это нужно выяснить. Так или иначе. Вот. Ну, в целом, вот такой ответ. То есть, я бы поработал над данными, данными элементами, а дальше уже, я полагаю, вы выбрали бы сами, что вам делать. Потому что мне, честно говоря, не кажется, что здесь дело несколько глубже обычного непринятия сигаретного дыма. Вот. Мне так кажется, по крайней мере. Ну, это гипотеза, которую нужно, собственно говоря, проверять, которую нужно, собственно говоря, апробировать, и после этого уже можно будет о чем-то более конкретно говорить. Что касается связи, значит, вот, ну, связи того, что вам сделали предложение и потребностью или желанием чего-либо, да, то мне кажется, что здесь важно определить значимость для вас предложения. Что надо вас обращать. Исходя из этого уже можно будет двигаться дальше. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи вам. Подписываем. Спасибо.